Периодически возникает ситуация, что вроде бы правильно подключенный согласно распиновке GPS не определяется полетным контроллером, то есть в межом пленере или там в Вайнаве, пишется, что no GPS, то есть не no fix, что нет у спутников, а именно no GPS, то есть GPS не виден. Данная проблема связана с тем, что GPS как-то так сконфигурирован, что полетный контроллер его не определяет и не может переконфигурировать. Для того, чтобы это исправить, необходимо подключиться к GPS через USB Serial Adapter, ну или пробросив GPS средствами полетного контроллера, то есть подключается у вас на распиновке RX-TX, TX-RX и плюс 5 и земля. Убирается ком-порт, соответствующий данному USB адаптеру. Если все подключено правильно, GPS рабочий, то при открытии Packet Console вы, собственно, увидите те самые пакеты, которые бегут с GPS через USB Serial Adapter в компьютер. Теперь все, что вам требуется, это зайти вот в это вот менюшку, вот эту менюшку и сбросить настройки на настройки по умолчанию. И после этого записать эти настройки в память GPS. После того, как вы это сделаете, вы увидите намного больше информации, там появятся спутники, их не эфемериды и еще что-то там. В общем, намного больше информации появится. И теперь, когда вы убедились, что GPS is prime, спутники ловит, фикс есть, ну, по крайней мере, у меня он есть в доме, у вас может в доме и не ловить. Можно его подключать к полетному контроллеру, также соблюдая распиновку RX-TX, TX-RX и пробовать запускать Mission Planner, либо iNav конфигуратор, либо Betaflight конфигуратор. И в данном случае в Mission Planner я вижу, что у меня подключено и определились оба GPS-а. Один от какого-то Фантома, по-моему, от четвертого. Там тоже M8N чип стоит. И вот эта здоровенная дура под названием BN450. Как видно, оба GPS-а работают, оба нашли спутники, по умолчанию, сейчас по умолчанию режим стоит Use Best, то есть используется лучше GPS, и в данном случае используется вот эта вот здоровенная бандурина, так она ловит под крышей намного лучше. Не все USB UART адаптеры одинаково полезны, как оказывается. Дело в том, что вот эти самые USB UART адаптеры бывают в разных исполнениях, там разные микросхемы. Вот этот вот GPS от Фантома у меня нормально заработал, то есть я смог подключиться к U-центру USB адаптер CP1202. Вот эта здоровенная бандурина, вот эта, она у меня не заработала через CP1202, а заработала только FTDI, причем именно оригинальный. Не все USB UART адаптеры одинаково полезны, как оказывается. Если видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока.